Вяжем шаль узором звездочки на мамочкином канале. В этой части я поговорю об ошибках, которые допускали девочки при вязании этой шали. На что нужно обратить внимание, чтобы шаль получилась той формы, которой она в принципе и должна быть. Вот у меня одна шаль наложена на другую и видно, что обе они одинаковой классической треугольной формы. Вот по образцам сразу можно посмотреть, что нижний угол, он не острый. Это тут у меня немножко даже образец потянутый. А вообще, вот при вязании образца, я связала его мелкими звездочками, тут лучше видно, что угол прямой или может быть даже чуть шире. Чем мелче звездочки, тем он будет чуть шире, чем прямой угол. И на это надо сразу обратить внимание. Если вы вяжете и у вас получается острый угол, вы делаете ошибки. Вот схематичное представление нашей шали. В принципе, пока люди повторяют видеоурок, они не делают ошибки на первых 4-5 рядах. А потом начинаются ошибки. Вот нижний уголок мы вяжем, потом мы начинаем всегда. В начале ряда у нас должен получиться замкнутый треугольник сначала, а потом уже тройка столбиков с одной вершиной и заключительная двойка столбиков с одной вершиной. Следующий ряд начинаем, уже слева идем. Опять сначала замкнутый треугольник. Он получается, когда мы сначала один столбик одинокий вяжем и потом два столбика с одной вершиной. А после него начинаем вязать только тройки столбиков с одной вершиной. Если во втором ряду у нас одна тройка, в следующем ряду у нас уже три тройки. В конце ряда у нас два столбика с одной вершиной. Тут никто еще не ошибался, их провязывая. В следующем ряду мы опять с замкнутого треугольника начинаем. И уже опять плюс две тройки, то есть пять троек в следующем ряду. И конец ряда. Два столбика с одной вершиной. Количество троек пучков из трех столбиков с одной вершиной у нас в каждом ряду на два увеличивается. Всегда должны увидеть в начале ряда замкнутый треугольник, а потом вязать уже тройки. И в конце ряда не забывать провязывать два столбика с одной вершиной, чтобы завершить ряд. И как раз вот этот треугольник, он и дает расширение, начальный треугольник, он дает расширение этой шали. И в основном ошибки были в начале ряда. Сейчас я их покажу. Вот, например, девушка прислала свое начало, попросила проверить, так ли она вяжет. И сразу видно, что угол у нее острый идет. Если начало еще ничего, то потом идет больший угол наклона. Я стала проверять. И вот оказалось, что внизу, пока она смотрела видео и вязала вместе со мной, у нее, в принципе, связано нормально. Вот, я нарисовала эту схему. Видно, что у нее после первого треугольничка ряд связан правильно. Потом обратно идем, ряд связан правильно. Три тройки в конце ряда все нормально. Начало ряда тоже следующего нормально. Конец нормально. И вот, начинается ряд, где она забывала провязывать начальный треугольник. Она вязала столбик, а после него сразу тройку. А нужно было провязать столбик, потом два столбика с одной вершиной, а потом только начинать вязать тройки. В принципе, у нее количество тройок получилось столько же, сколько и надо, плюс два относительно предыдущего ряда. Конец ряда также, но начала треугольничка нет. Следующий ряд точно так же. Начала треугольничка нет. Нужно было сначала провязать столбик, потом пучок из двух столбиков. Образовался бы отдельный замкнутый треугольник. А потом вязать уже тройки. То есть, как только человек перестал смотреть видео, он перестал делать эти начальные треугольники. Вот еще один пример. Здесь девушка связала и потом еще обвязала здесь. Подумала, что может быть обвязочкой все улучшится. Назвала она свое начало шали «морковка». Сказала, у меня так морковка и останется. Или потом оно как-то вытянется. И получается, действительно, это такой слишком острый угол. Когда я начала проверять, то вот в первых двух рядах еще все правильно. В следующем ряду опять отсутствует начальный треугольник. Связан столбик и после него начали вязать три столбика с одной вершиной. А должны были провязать только два столбика с одной вершиной. И получился бы треугольник, который как раз откидывает, вот как здесь, он откидывает нас немного вбок. И шаль начинает расширяться. Если его не связать, то шаль реально пойдет морковкой. Конец ряда вяжется правильно обычно у людей. Но тоже обращайте на это внимание. Вот я и подписала, и забыли провязать крайний начальный треугольник. И это основная ошибка вот из тех образцов, которые я уже видела. Вот мне прислали связанный большой уже кусок шали. И видно, что очень хорошо идет там угол расширения. Никакой морковкой это не назвать. Это Любовь Федоренко связала. И вот тоже отличный образец, который связала Анна Абрамова. И тоже прекрасное расширение. Это можно назвать перевернутой крышей домика, но никак не морковкой. Потому что угол отличный. Прямой или даже чуть больше. Могу пожелать вам внимательности при вязании шали узором звездочка. Особенно тем, кто вяжется с пушистой пряжей. Потому что распускать сложновато. Хотя узор звездочки позволяет распустить. Но нужно сидеть или с иголочкой, или еще с крючочком поддевая и распускать. Поэтому это все равно трудоемкий процесс. Поэтому постарайтесь вязать с первого раза. И внимательно лучше перенесите себе на листок это схематичное представление шали. И смотрите четко, как вы провязываете начало ряда и конец. Спасибо за внимание. Успехов вам в вязании. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока. Пока.